МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире программа Пульс города. О наиболее заметных событиях прошедшего месяца расскажем прямо сейчас. И вот некоторые темы этого выпуска. Три полосы движения, покрытие в два слоя. Раньше срока в Барнауле обновили оживленную транспортную артерию. Разметут по бревнышку, сколько ветхих домов снесли в городе. И о новых планах программы переселения граждан из аварийного жилья. Масштабы впечатляют, какие работы проводят в парке имени Ленина во время первого этапа его реконструкции. В Барнауле на два месяца ограничили движение по улице Партизанская от проспекта Ленина до Социалистического. Это связано с проведением модернизации инженерных сетей на участке теплосети на этой улице. Данное ограничение будет действовать у нас до 19 ноября. Это у нас будет частичное ограничение. Но на участке улицы Партизанской в районе здания номер 70 будет полное ограничение движения. Также с сегодняшнего дня и по 3 октября. Данные работы у нас синхронизированы для того, чтобы вызвать меньшее неудобства для жителей и водителей нашего города. Добавим, что частичное ограничение движения на участке действует только по четной стороне улицы, а полное в районе дома номер 70. В связи с этим были изменены схемы движения как для личного транспорта, так и для общественного. Ознакомиться с маршрутом автобусов можно на сайте администрации Барнаула. Что касается автомобилистов, им рекомендуют выбирать для объезда улицы Чкалова и Никитина. Безопасные пешеходные переходы и благоустроенные тротуары в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали оживленную городскую улицу 280-летия Барнаула. Качество работы ценили городские власти. Обустроили тротуары, велодорожки, парковки, пешеходный переход возле школы, проложили ливневку и наладили освещение. Улица 280-летия Барнаула преобразилась после ремонта. Сегодня по ней запустили автомобильное движение. «Хотелось бы сказать про эту улицу. Она у нас реализована в рамках безопасных качественных дорог. Протяженность объекта небольшая, на самом деле 500 метров. Но для жителей индустриального района данного микрорайона она очень значима, потому что район очень густонаселенный. Здесь большое пешеходное движение. Поэтому мы в рамках проекта постарались наполнить улицу не только комфортной для автомобильного транспорта, но и в первую очередь для пешеходов». На восстановление востребованного участка направлено почти 110 миллионов рублей. Работы дорожники начали весной текущего года и завершили на две недели раньше установленного срока. «При строительстве было уложено порядка 5,5 тысяч асфальтобетонного покрытия в два слоя дорожного полотна. Длина 515 метров. Это три полноценные полосы. Ширина улицы составляет 10,5 метров». Отметим, в настоящее время в Барнауле продолжается восстановление еще двух улиц. 65 лет Победы и Сергея Семенова. Валентина Аскерова специально для программы «Пульс города». Больше 4 тысяч барнаульцев расселили из аварийного жилья за последние годы. Это позволило обеспечить горожан более комфортными квартирами. О том, как и за счет чего реализуются программы переселения граждан в краевой столице, какие изношенные здания планируют снести в ближайшее время и сколько денег на это выделено. Моей коллеге в интервью рассказал заместитель председателя главный инженер комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Виталий Ростов. «Аварийное жилье. На ваш взгляд, много ли его еще в целом в Барнауле?» «Сейчас, на данный момент, признана аварийна 146 квартирных домов после 1 января 2017 года». Вот если говорить про темпы сноса порядком изношенного жилья, как вы оцениваете эти темпы? Что касаемо сноса, на данный момент мы снесли более 300 уже многоквартирных домов, которые признаны аварийной подлежащему сносу. Что касаемо по годам, допустим, в 2022 году мы снесли 51 многоквартирный дом, разработали 98 проектов на снос и еще многоквартирных домов, которые признаны аварийными, подлежащими сносу. В 2023 году снесли чуть больше 90 многоквартирных домов и разработали еще 55 ПСД, так скажем, проектов. И в 2024 году на данный момент уже 26 многоквартирных домов снесено, проектно-сметная документация 21 разработана, на сегодняшний день 9 домов под сносом, то есть в процессе сноса, то есть процесс не останавливается. А что касается переселения горожан из аварийного жилья, что можете сказать, как эти работы двигаются? Что касаемо переселения, то мы с начала реализации этой программы за счет федеральных, краевых и местного бюджета порядка 7 миллиардов рублей расселили, вот как вы говорили, порядка 4 тысяч человек. Все, что касаемо сейчас, на данный момент, в 2024 году уже расселено 413 человек из 160 помещений, то есть этот процесс не останавливается, но, как мы знаем, пока федеральной программы нет, все за счет, практически все за счет местного бюджета. Вот в ближайшее время где будут сносить аварийное жилье? На данный момент заключены контракты с подрядными организациями на снос 4 многоквартирных домов, но пока мы не можем приступить к реализации, потому что они переселены, то есть там 1-2 квартиры остались еще, но контракты заключены, как только расселятся, сразу же приступим к сносу. Дальше, по 10 домам мы разрабатываем проектно-сметную документацию, то есть в процессе подрядной организации определены, и по 10 еще мы подготавливаем, то есть мы знаем, что 1-2 квартиры остались, и мы подготавливаем документы, уже разработаны поезды, и мы подготавливаем документы для сноса в ближайшее время, то есть я думаю, что конец может быть этого года, определится подрядчик, либо начало следующего года. Это все дома на потоке? Не обязательно, на потоке мы большую часть несли в 2023 году, конечно, в 2024 году тоже, но это и центр города, точечно, так скажем. Что касается аварийных домов, которые уже расселили, но они стоят, и их еще не сносят, как осуществляется охрана таких зданий? На все дома, которые расселены частично, у нас заключен договор с охранным предприятием, она периодически проезжает данные многоквартирные дома, в случае выявления подозрительных лиц задерживают, и передает полиции для дальнейших разбирательств. Таких инцидентов, ну, к сожалению, ну, немного, но они есть. Поэтому мы отслеживаем это обязательно. Также нам администрация районов, естественно, помогает, которые ближе к этому. И они нас информируют, какие дома необходимо включить под охрану, и включаем договор, и охранное предприятие начинает свою работу по этим домам. Также у нас, добавлю еще, также у нас установлены на некоторых объектах посты охраны стационарной, ну, по-русски сказать, будки стоят. О, даже так. Да. Непосредственной близости, да, все это происходит? Рядом с домом. Скажите, пожалуйста, сколько земли освободилось в Барнауле после сноса аварийных домов, и как эта земля уже используется или будет использоваться? Именно в гектарах я вам, или в квадратных метрах, к сожалению, не смогу ответить на этот вопрос. Но как используется земля? Вот те дома, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года и с использованием средств фонда содействия в реформировании ЖКХ, может быть использованы для обустройства скверов, площадок всевозможных, для здравоохранения, образования, просвещения, парки, скамейки и так дальше. Вот. А в случае расселения домов и признания таких домов аварийными и сноса после 1 января 2017 года, то все перечисленные выше то, что я сказал, можно еще многоквартирные дома здесь строить, найти землю. В этом учебном году первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула, в которых обучается 93 тысячи учеников. Особенный праздник состоялся у детей из школы номер 13. Она открылась после капитального ремонта, который провели впервые с 1963 года. Подробнее в сюжете. Первый звонок и первый капитальный ремонт спустя 60 с лишним лет. Поэтому в Барнаульской школе номер 13 двойной праздник. В новом учебном году за парты сели более полутысячи детей. Из них 56 первоклашки. Глава города Вячеслав Ранк поздравил с днем знаний учеников, их родителей и педагогов. С праздником вас! Всем крепкого здоровья, терпения, всех благ и, конечно, счастья. Всего самого хорошего ученикам. В добрый путь! Сегодня мы с вами не только празднуем начало учебного года, но и окончание капитального ремонта нашей любимой школы. Школа с большой историей стала одним из современных образовательных пространств города Барнаула. К капитальному ремонту приступили в марте по муниципальной программе развития образования и молодежной политики Барнаула. На эти цели было выделено более 41 миллиона рублей. Какое-то время детям приходилось ездить в другие школы, но все неудобства того стоили. Сейчас в классах, коридорах проведен ремонт, разобраны аварийные перекрытия, заменены все инженерные коммуникации. Во всех кабинетах новая мебель, интерактивные доски, компьютеры и не только. Дочь пришла, говорит, мама, у нас там хорошая теперь столовая, как в гимназии, то есть хорошие обновленные парты, столы. Ну, я думаю, что теперь только на пятерке будут учиться. Я надеюсь, что наша школа, вот какой-то такой вот у нее сейчас порог, стартовый порожек, после которого начнется немножко другая ее эпоха. Наверное, всем известны слова «знание – это сила». И насколько эффективны в учебе будете вы, настолько сильна будет наша Родина. Добавим, что в начале сентября первый звонок прозвенел в 88 школах Барнаула. К занятиям приступят 93 тысячи учеников. Ирина Корчагина специально для программы «Пульс города». Из Барнаула отправили более 19 тонн гуманитарного груза для жителей славяно-сербского района Луганской народной республики. В следующем сюжете расскажем, кто присоединился к сбору помощи и почему этот район называют 70-м муниципалитетом края. Еще один гуманитарный груз отправился в славяно-сербский район. Напомним, этот район в Луганской народной республике является подшефным Алтайскому краю. В рамках празднования Дня города в Барнауле собрали более 19 тонн гуманитарного груза. Это и продовольственные товары, и конвой с техникой из шести машин. Отправка груза в зону специальной военной операции также ведется. Это отдельная специальная работа. А взаимодействие, общение, поддержка с жителями славяно-сербского района сегодня, когда уже Луганская народная республика вернулась в состав Российской Федерации, стала полноценным субъектом России, все равно продолжается. Это нужно сегодня для того, чтобы жизнь мирная быстрее и быстрее восстанавливалась, возвращалась там, на освобожденных территориях. Каждая отправка объединяет сотни людей. К этому сбору подключились барнаульские предприниматели, депутаты городской думы, администрация Барнаула, Народный фронт и просто неравнодушные жители города. Это наша общая отгрузка от всех жителей города Барнаула. Но и не только. Вы видите, здесь Народный фронт. Народный фронт подключился. Сегодняшний пример – это техника. Мы будем, как сказал Виктор Петрович, продолжать эту работу, делать. У нас есть общие задачи, есть общие цели, есть немножко разные возможности. Но мы все едины. Это наша общая отгрузка. И сбор помощи не прекращается. Не случайно славяно-сербский район ЛНР уже с теплотой называют 70-м муниципалитетом Алтайского края. В середине октября завершат первый этап реконструкции Барнаульского парка имени Ленина. Благоустройство здесь вовсю идет уже давно, а ход работ регулярно обсуждают в мэрии. О темпах и первых результатах преображения общественного пространства, за которое так радуют барнаульцы, смотрите далее. Территория краевой столицы с каждым годом преображается. В этом году приступили к восстановлению бывшего парка культуры и отдыха имени Ленина. Горожане в прошлом году отдали большинство голосов именно за его масштабную реконструкцию. И вот наконец-то мы сегодня приступили к благоустройству парка бывшего имени Ленина. И благодаря в том числе жителям этот парк стал участником программы. Сегодня мы находимся на этапе первого пускового комплекса. Напомним, благоустройство зеленой зоны, расположенной в границах улиц Ленинградской, энтузиастов и Антона Петрова, осуществляется по нацпроекту «Жилье и городская среда». На эти цели выделили порядка 50 миллионов рублей. Мы на сегодня работаем в рамках проекта. Никаких изменений вноситься не будет. Все у нас зависит только от объема финансирования. Ход и виды работ, запланированные на этот год, подробно разобрали на совещании главпрофильных комитетов с участниками инициативной группы парка. Сам проект этого парка, он создавался именно исходя из тех пожеланий, которые были высказаны жителями. Поэтому диалог сегодня он был. Но мне показалось, что все-таки все услышали друг друга. Так в парке уже разбили четкие границы земельного участка и обозначили основные пешеходные линии. Будет уложена плитка, будет у нас выставлены и лавочки, будут и урны выставлены, будут посажены деревья у нас, 50 деревьев в этом году предусмотрено, а также будет завершено освещение по центральной части аллеи. Кроме того, руководство зоопарка «Лесная сказка» приступило к работам по переносу забора и частичному демонтажу асфальтового покрытия для завершения строительства пешеходной дорожки. Это не первый объект, который реализуем. Да, есть у всех различные видения по этому. Но, несмотря на это, посмотрите парк «Ибелин», посмотрите парк «Изумрудный». Но все парки оживают. Такая же судьба будет и парк имени Ленина. Первый этап благоустройства парка планируют завершить до 15 октября. Однако впереди еще два этапа. Всего на реализацию проекта необходимо более 220 миллионов рублей. Юлия Щепина, «Пульс города». Город-парк. Наверное, все больше оснований так говорить про Барнаул. В городе в этом году завершена реконструкция парка «Изумрудный», который проходила в пять этапов. И уже третий этап благоустройства этим летом развернулся в самом большом парке – юбилейном. Об этом подробно в интервью моему коллеге рассказал Петр Воронков, председатель комитета по благоустройству города Барнаула. Вот «Изумрудный» в этом году наконец закончен. И появились последние объекты. Это вот площадка для игры в шахматы, это пешеходный фонтан. Все, на этом, скажем так, сюрпризов больше ждать не стоит. Проект завершен. Но если мы говорим о проекте, в рамках которого парк реализовывался, это формирование комфортной городской среды, да, и нашего национального проекта «Жилье и городская среда», то можно сказать, наверное, да, он закончен. Все, пять лет вложено без малого 380 миллионов в этот парк. Действительно, мы видим, как он преобразился. Усилили пешеходную связь в этом году, добавили парковочные места, что тоже немаловажно для парка, потому что парк находится, можно сказать, практически в центре города и привлекает очень большое внимание жителей. Поэтому, как правило, у нас приезжают и на машинах, и, бывало, с парковочными местами были проблемы. В этом году мы их подусилили, поэтому надеемся, что жители оценят. С руководством парка в части дальнейшей реализации и каких-либо сюрпризов, как мы их называем, прорабатывается этот вопрос. На будущий год планируется усиление зеленого каркаса парка, то есть также газонные части будут предусмотрены, посев газона, посадка деревьев, то есть в этом формате будет парк развиваться. Планируется также создание инклюзивной площадки для детишек с ограниченными возможностями здоровья, что, я считаю, на сегодня это очень большой плюс и изюминка этого парка, где можно и позаниматься спортом, и погулять, и отдохнуть, и какие-то ивент-программы посмотреть. Ну и также детишек в таком формате тоже найти, чем им заняться. Я думаю, это будет очень интересное направление. Но пока прорабатываем в этом формате. Ну и много еще уголков есть, таких, так скажем, незадействованных в парке «Изумрудный». Я думаю, руководство парка примет решение, все-таки будет их также благоустраивать. В юбилейном парке уже третий этап в этом сезоне благоустройства. Что там проходило, как преобразилась территория за это лето? В этом году третий этап подразумевает собой такой активный формат работы. Что я под этим подразумеваю? Это реализация детских игровых комплексов, они у нас появляются там, детских площадок. Появляется у нас и многофункциональная спортивная площадка. Также в этом году и предусмотрены работы по, так скажем, организации площадки экстремального вида спорта. Для занятия экстремальным видом спорта это и памп-трек уже появился на сегодня, и роллер-дром, скейт-парк своего рода уже зарождается. Даже вот если прогуляетесь уже вечером, то есть очень много детишек у нас уже занимаются, катаются на этих объектах. Но тут хочется отметить, небольшую ремарку сделать для родителей. Все-таки пока объект еще не запущен и не сдан в эксплуатацию, и здесь нужно все-таки детишкам объяснять, что беречь нужно себя, во-первых, да, и аккуратно относиться к объектам. Потому что есть уже случаи небольшой порчи. Поэтому здесь как бы нужно так совместно. Много ли работы остается по парку до завершения проекта целиком? Нет, на сегодня мы также приближаемся уже к 85%. Примерно идем на уровне с парком имени Ленина. Здесь надо отметить, что у нас срок окончания работы идентичный. Это 14 октября. Переживания тоже у нас абсолютно... А это в целом по проекту, то есть по благоустройству всего парка, да? Четыре этапа у нас предусмотрены реализации. На следующий год у нас четвертый этап, он завершающий будет. В рамках четвертого этапа предусмотрено в основном озеленение. А на этом у меня все новости. Будьте в курсе событий краевой столицы и держите руку на пульсе города. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова